всем огромный привет спасибо что заглянули на мой канал я очень рада вас видеть начинаем с вами новое видео это будет уже второе видео на моем канале посвящена такой теме как заготовки еды впрок или как облегчить жизнь работающей маме или даже домохозяйке потому что это очень удобно экономит время и конечно же бюджет будут какие-то рецепты повторяющиеся потому что без них никак так как заготовка очень большая на целый месяц и конечно же будут новые рецепты с которыми я буду очень рада с вами поделиться и сразу же скажу что это видео ни в коем случае не обучающие а просто мотивационная под предыдущем видео очень было много комментариев по поводу того чтобы я вела эту рубрику на постоянной основе так что давайте начинать и приятного вам просмотра сегодняшнюю заготовку полуфабрикатов еды впрок буду начинать готовить с приготовления вкусных сырников сырники в этот раз буду готовить двух видов первый вид сырников это сырники с изюмом второй вариант это рецепт от моей подписчицы она с мной поделилась мне очень понравился я приготовила попробовала нам всей семье этот рецепт пришелся по вкусу и я решила его также приготовить для замораживания это сырники с кокосовой стружкой все рецепты будут прописаны на экране все приготовила я сырники с кокосом отправляю их на заморозку в морозильную камеру замораживаю всегда на 27 градусов вставлю меня есть режим это шокирующая заморозка и перехожу теперь приготовлению сырников с изюмом вот столько сырников у меня получилось из четырех пачек творога также отправляю их в заморозку теперь приступаю к приготовлению фарша фарш сегодня буду готовить с из котлетной говядины у меня ее кило 600 и из двух кусков свинины окорок один кусок на 2 2 килограмма 400 грамм второй кусок также на кило 600 сначала я перерабатываю мясо на решеточке на крупной в мясорубке и затем я уже пропускала без камеры на мелкой решетке сразу же на мелкой решетке мне не пропустить моя мясорубка не возьмет данное мясо вот столько фарша у меня получилось свинина и говядина нужно сейчас все вместе соединить и тщательно перемешать приступаю к заготовкам из приготовленного фарша первая заготовка это будут мясные котлеты с морковью пропускаю одну штуку моркови и одну луковицу через мясорубку добавляю соль сушеный чеснок специи по вкусу одно яйцо замороженный укроп все тщательно перемешиваю и буду формировать котлетки и обваливать в сухарях в панировочных котлетки и тщательно перемешиваю следующая заготовка это мясные тефтели с рисом детки их просто обожают особенно когда я им готовлю в сливочном соусе обязательно во влоге поделюсь с вами рецептом для этого нам необходимо для тефтелей фарш 400 грамм лук 1 штука морковь 1 штука сушеный чеснок рис 250 миллилитров я его тщательно промыла рис я не отвариваю предварительно рис у меня круглой зерновой так что он готовится очень и очень быстро специи мы кладем по вкусу кому что больше нравится я добавляла только соль обваливаю тефтели в муке и отправляем в заморозку для следующих двух заготовок нам необходимо обжарить лук на сковороде и также еще обжарить вместе с луком морковку для следующей заготовки шинкую капусту на мясорубке и будем готовить ленивые голубцы ни одна заготовка полуфабрикатов не обходится у меня без ленивых голубцов нам понадобится фарш 500 грамм лук 1 штука морковь 1 штука я все предварительно обжарила сушеный чеснок рис 250 миллилитров тщательно промытый и не отваренный также я беру круглозерновой соль специи по вкусу капусты я взяла у меня качан был небольшой одну четвертую кочана капусты и еще добавила одно куриное яйцо формирую небольшие ленивые голубцы и буду раскладывать все на форму из фикс прайс и в ней замораживать следующая заготовка это перец фаршированный для этого нам понадобится фарш 500 грамм лук 1 штука морковь 1 штука я предварительно все обжарила добавляю сушеный чеснок затем соль специи можно добавить по вкусу добавляю замороженный укроп у меня есть в холодильнике так что я его добавила если нет может добавить свежий и конечно же добавляем рис 250 миллилитров у меня рис круглозерновой я его предварительно не отвариваю у меня были с лета заморожены вот такие стаканчики перца я решила их сейчас использовать потому что они занимают очень много места следующая заготовка это у нас сразу с сыром для этого рецепта нам понадобится фарш 400 грамм лук 1 штука пропускаю через мясорубку хлеб 70 грамм замоченной воде предварительно сушеный чеснок копченая паприка соль специи по вкусу яйцо 1 штука и сыр примерно 70 80 грамм тщательно все перемешиваем соединяем все ингредиенты между собой и формируем сразу как на видео лук 30 грамм Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого нам понадобится 800 г фарша, 2 куриных яйца, пропускаем картофель через мясорубку, в зависимости от размера берите или 2 или 3 штуки, я брала 3 штуки. Также возьмем 2 моркови, 2 штуки лука репчатого, сушеный чеснок, соль, специи по вкусу добавляете, я добавляла еще перец черный. Все тщательно перемешиваем, формируем зразы и обваливаем в муке и отправляем в морозильную камеру замораживаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... беру 800 грамм фарша и распределяю поровну на две порции перекладываю вот такие зип пакеты застежкой распределяю все аккуратно тоненькими вот такими пласточками и буду таким образом замораживать обожаю то хранить фарш замораживать потому что когда он понадобится размораживаются буквально за считанные минуты сейчас буду готовить на сегодня ужин сделаю небольшой перерыв заготовка буду готовить мясо в горшочках у меня-то сегодня свинина небольшой кусочек я его режу на небольшие кубики и нужно будет обжарить его на сковороде тем самым чтобы все кубики со всех сторон мясные запечатались чтобы мясо было очень нежным и сочным добавляю соль и розмарин и сушеный чеснок все перемешиваю и оставляю еще немножко обжариваться все мясо обжарилась раскладывая порционные на 4 горшочка на ужин этого будет нам достаточно плюс еще будет легкий какой-нибудь овощной салат раскладываю все по формам и теперь нужно нам нашинковать овощи из овощей буду резать томаты у меня уже порезаны вот такими кольцами замороженным выкладываю поверх мяса томат затем беру у меня есть горох свой тоже замороженный просто выкладываю сверху его морковку режу вот такими крупными дольками выкладываем поверхом гороха затем картофель картофель и режу небольшими кубиками чтоб он приготовился быстрее раскладываю поверх морковки картофель затем буду брать лук лук режу не полукольцами а целыми кольцами выкладываю поверх картофеля лук картофель немножко перец добавляю на него и соль присаливаю выкладываю сверху лук и потом мы еще будем добавлять майонез и конечно же сыр закрываю все крышечкой добавляем немножко воды чтобы не подгорела мало ли подгорит и ставим в духовку разогретую на 200 градусов сначала буду ставить на 200 градусов примерно на 40 минут и потом убавлю на 175 я оставлю еще минута где-нибудь на 15 и за это время приготовятся вкусные горшочки со свининой и с овощами на ужин все ужин готовится в духовке можно приступать дальше к заготовкам сейчас буду делать классические котлеты заострять внимание на рецепте не буду так как готовила их предыдущем видео ссылочку на него оставлю внизу под видео и также появится подсказка сейчас правом верхнем углу можно будет перейти и посмотреть как я им готовила по какому рецепту заготовки из фарша я все сделала теперь переходим заготовках из птицы у меня в этот раз курица три тушки примерный вес у всех около двух килограмм одна курица чуть побольше двух килограмм а две другие почти два килограмма кило 980 примерно так курицы я все разрезала на камеру и не разрезала потому что тоже показывала уже как я это делаю получилось у меня вот столько и еще у меня было один поддон бедер это было их четыре штучки на поддоне 600 грамм этот поддончик весил вот столько у меня получилось всего сейчас будем с вами все готовить покажу что я буду готовить из этого количества курицы первая заготовка которую я собираюсь делать это крылья разрезала я их по фалангам часть фаланги которая сама тоненькая и убираю а из двух других из больших крупных буду готовить от их на гриле делаем такой соус добавляю 3 чайных ложки сока лимона солю добавляю чеснок сушеный затем добавляем карри можно добавить куркуму кому что больше нравится затем мы все это тщательно перемешиваем и убираем в пакет зип застежкой и в морозилку пока будет замораживаться мясо будет мариноваться и затем только нам останется достать и выложить на гриль и вкусные крылышки будут готовы следующая заготовка это куриные бедра с сыром и луком беру куриное бедро примерно 700 грамм добавляем к нему майонез затем шинкую две луковицы репчатых добавляю к бедрам все тщательно перемешиваем солим добавляем приправы по вкусу выкладываю в такую форму в одноразовую эту форму я покупала фикс прайс стоит она бюджетно 1250 или 1270 вроде бы и нам еще понадобится для этой заготовки сыр натираю на крупной терке у меня три куска натираю сразу же весь сыр и который мне не понадобится сразу отправляю в морозильную камеру замораживаться все вот такая заготовка быстрая и легкая у меня получилось отправляю в морозильную камеру и приступаю к следующему полуфабрикату следующая заготовка это будут куриные ножки в рукаве добавляю немножко растительного масла затем добавляем специи я буду добавлять куркуму чайную ложку затем добавляю острый перец чили потом добавляю черный перец соль тщательно перемешиваю закрепляю пакетик с другой стороны и в таком формате отправляем мы замораживаться в холодильник оставшиеся бедра и ноги просто перекладываю в пакет зип застежкой и убираю в пакет буду готовить потом с перловой крупой покажу рецепт следующая заготовка я беру куриное филе отбиваю все на тоненькие кусочки раскладываю в одноразовую форму из фикс прайс солю перчу беру лук морковь перекладываю в тазик добавляю тыкву тыква у меня заморожена перекладываю еще добавляю перец перец у меня тоже свой замороженный добавляем и майонез все тщательно перемешиваем выкладываем поверх куриного филе и сверху добавляем сыр вот такая очень вкусная заготовка получилась очень диетическая куриное филе с овощами и под сырной корочкой следующая заготовка это тоже куриное филе но уже будет мясо по-французски также отбиваю куриное филе поверх выкладываю шампиньоны у меня замороженные остались предыдущие заготовки мы одну упаковку не доели нам хватило тех трех которые еще были также выкладываю поверх замороженные кольца томата выкладываю лук порезанный полукольцами сверху все смазывая майонезом тонкой струйкой и также еще добавляю сверху сыр все мясо по-французски готово также отправляю в морозильную камеру замораживаться филе нарезала кубиками небольшими разложила порционных два пакета зип застежкой из одного пакета буду готовить кесадилью из второго пакета буду готовить шаурму все отправляю теперь на заморозку также морозилку последняя заготовка из куриного теле это будет шницель куриный разрезала я на 4 кусочка отбиваю их тоненько молоточком затем перчу солю и будем обваливать такой последовательности сначала в муке очень тщательно хорошо нужно обвалять кусочек затем макаем в яйцо я взяла два куриных яйца обмакиваем весь этот кусочек тщательно также в муке и потом в планировочных сухарях и выкладываем на доску на который будем замораживать в морозилке то же самое делаем со всеми кусочками какая же заготовка без рыбных котлет в этой заготовки у меня котлеты из филе минтая филе минтая у меня килограмм взяла я также две луковицы хлеб замоченный в воде 100 грамм на 500 грамм рыбы сухари планировочные нужны нам для обваливания котлет затем два куриных яйца перец соль еще у меня была приправа к рыбе вот такие котлетки у меня очень вкусные получились рыбные еще я молодец сделала заготовки которые я обычно делаю всегда стандартная заготовочка это фрикадельки фрикадельки в этот раз я делала отдельно из филе куриного у меня куриного филе было два с половиной килограмма вот такое количество фрикаделек у меня получилось это одна из самых удобных заготовок сразу же наготовить филе точнее фрикадельки на суп и потом только добавлять в бульон также я сделала заготовку которую просто обожаю это обжаренные овощи лук с морковкой сделала я 10 или 12 пакетиков отправляю все в заморозку нашинковала капусту для супа или для жаркого буду жарить просто капусту жарить на сковороде и часто меня спрашивают как я размораживаю капусту капусту размораживать не надо ее надо сразу же замороженную ложить или на сковородку жарить или в суп и еще у меня получилось 6 бульонов 6 порций куриного бульона приготовился ужин вот такие вкусные горшочки аппетитные со свининой и овощами у меня сегодня на ужин и параллельно еще варила суп суп у меня сегодня на свинине мясо на кости была свинина я его разобрала порезала на кубики и сварила рассольник очень очень вкусный вот такой обед и ужин у нас получился а также такие вот заготовки у меня получились у нас следующий день все у меня заморозилась давайте посмотрим что я приготовила значит здесь у нас котлеты с морковкой на 2 на два раза пожарить так две порции затем получается 6 штучек куриного бульона потом вот столько даже не знаю сколько не посчитать на 1 штучек 12 это зажарка лук с морковкой затем 10 штучек капусты натертой делала вот в эти зип пакеты очень понравились вот этой застежкой вообще классные очень мне нравятся эти пакетики кстати намного удобнее чем запаивать их вакуумным упаковщиком тут три пачки сыра затем сырники сырника получается на 4 раза пожарить два раза это идет с кокосовой начинкой с кокосом и три раза с изюмчиком здесь куриный шницель одна порция затем одна порция это ноги крылья бедра буду готовить в томатной пасте здесь куриные бедра крылья голень буду готовить точнее крыльев нет просто бедра и голень буду готовить в пакете сразу уже все замариновано только остается положить духовой шкаф здесь я еще не разложила это рыбные котлеты нужно их порционно разделить получилось у меня их так 8 12 13 штучек затем тефтельки которые все любим особенно любят детки кушать тефтельки сливочном соусе буду готовить покажу как готовлю их я получается на три раза приготовить затем двигаемся дальше это вообще просто моя гордость три упаковки вот таких огромных получилось у меня крикаделек очень удобно сразу же все уже сделано просто остается достать и добавить в суп очень классно так ленивые голубцы переложила из алюминиевой формы по пакетам потому что в алюминиевой форме во первых очень занимает много места сейчас очень большая заготовка получилась не влезает во вторых решила разделить на две порции потому что получается 12 штук на 1 приготовить это много буду готовить по 6 штучек то есть на два раза можно будет приготовить так в таких фольгированных формах я я их убрала в тоже в пакет и в трехлитровый вот этой застежкой можно конечно было бы сверху просто затянуть пищевой пленкой но мне захотелось сделать вот такие в пакет и мне так нравится больше в этой форме у меня заморожено куриное филе с тыквой с овощами с морковкой и так далее под сырным под сырной корочкой так в этом поддончике у нас просто куриные бедра с луком и сыром и с майонезом а здесь получается мясо по-французски куриное филе с шампиньонами с томатом нас луком с майонезом и сыром так две штучки заморозила просто фарша допустим можно приготовить макароны по-флотски или что-нибудь еще если захочется перец фаршированный это можно будет разделить на раз или я вообще думаю получается 6 перчиков и 6 осталось у меня вот такие хоть тефтели и нора под поделю приготовлю три перца в наши перцы сами перцы особо никто не любит люблю их только я все в основном любят начинку на 1 1 1 приготовлю 3 перчика и 3 тефтельки фарша которая осталась лишней от перцев и потом уже также будет приготовить 3 перчика и опять 3 тефтельки всем нам уже хватит так здесь у меня заморожено в двух пакетах кубиками порезано куриное филе буду готовить из одного шаурму и 2 кесадилию в этом пакете крылья разделенные на фаланги будем готовить их они уже замаринованы будем готовить на гриле так получается 4 порции у нас классических котлет 4 пакета наверное сейчас я это все переложу вот так вот стопочкой уже все уже окончательно замерзла можно будет переложить также как сырники буду хранить вот таким вот способом для экономии места потом от сниму вам видео покажу как у меня будут храниться в морозильной камере полуфабрикаты так дальше так это я уже показала здесь у меня классические котлеты здесь у меня две порции вот таких вот котлеток внутри сюрпризом сыром так на две на два раза пожарить на три раза у меня получились картофельные сразу три пакета так и вроде бы все я показала так что я молодец наготовила на месяц даже наверное мне кажется чуть побольше нам хватит этих продуктов но если не хватит то в принципе можно будет доехать и закупиться но думаю что нам должно хватить так что всем огромное спасибо что посмотрели это видео до конца надеюсь мотивация прошла удачно порция мотивации на заготовку потому что по тем видео писали многие что очень понравилась эта рубрика что я на продолжайте нам очень интересно так что жду от вас здесь тоже обратной связи пишите пожалуйста в комментариях как вам такая заготовка за на месяц даже наверное может неделях на 5 или все-таки делать заготовку лучше снимать на неделю или на 2 что это уж очень большая заготовка так готовить не понравится не знаю мне да вроде бы пока нравится то что не надо никуда выезжать у меня уже все распланировано то что мы будем кушать на ужин и ближайшие вот месяц там не знаю нам хватит конечно понимаю что аппетиты у всех разные но я знаю аппетиты нашей семье кто-то может скажет что этого мало потому что под тем видео которые я снимала что заготовка еды была на две недели мне написали что это очень мало что люди люди написали что кому-то это всего лишь на три дня хватает столько еды вот а нам хватило даже больше чем на две недели той заготовки спасибо огромное что посмотрели это видео до конца подписывайтесь на мой канал кнопочка сейчас будет на экране пишите в комментариях обязательно ставьте лайки а мы уже видимся с вами скоро всем желаю крепкого здоровья берегите себя заботитесь о своих близких всех обнимаю и пока пока